Сегодня я делаю расклад на тему, какие отношения у него с женой, как он к ней относится, что именно между ними в паре происходит, не просто в доме, а именно между ними. Человек хочет уйти, хочет уйти, потому что чувствует себя как в болоте, не радует его ни эта жена, ни это все его окружение, где он живет, дом. Но в частности мы смотрим именно отношения с женой, да, она его как-то уже не радует. А раньше, да, раньше вот и романтика была, любовь, интерес тут однозначно был. Она ему была очень интересная, такая вот привлекательная. Много с этим было связано вот с их отношениями, чувства, да, вот, какой-то вот романтичность, чувствительность, любовь, какие-то встречи при Луне. Однозначно тут было очень много хорошего, такого приятного, светлого. Но сейчас что-то произошло, она его как-то не устраивает, хочет человеку уйти. Причем он, знаете, как он рассуждает? Я достойен лучшего, вот так вот. Что я вам не тут ни хухры-мухры, понимаете? Я вам тоже тут не пальцем деланный. Я достойен лучшей женщины. Так, какие у тебя еще отношения? Да, человек-манипулятор. Он прям настроен серьезно уйти от нее. Даже, может быть, у кого-то он уже это сделал. Потому что здесь человек абсолютно вот самодержец. Как я считаю нужным, так я и поступаю. Вообще по жизни, и что касается отношений, женщины, вот что касается его жены, манипулятор. Он ею манипулирует, этими отношениями манипулирует. Так, что у тебя еще с твоей женой? Какие-то ссоры у них, скандалы, препирательства. Что-то, знаете, вот как-то каждый пытается на своем настоять. Каждый отстаивает свою точку зрения. Либо тут, знаете, может быть такой вариант, что он больше вот как с ней. Что-то ругается, скандалит с ней. Что-то вот от нее постоянно требует. Как-то вот, знаете, здесь показано, что он больше к ней относится вот с какими-то требованиями. Он к ней больше вот требовательный. Как-то так. А что ты от нее требуешь? Что ты от нее хочешь? Ага, понятно. Он хочет, знаете, чтобы ему больше дали свободы. А он тут как будто бы вот себя несвободным чувствует. А он хочет вот вести себя активно, активный образ жизни вести. Да, ну и что, что ты? Да, ну и что, что я женат? И что, что у меня есть жена? Ну и что, что ты моя жена? И что? Ну вот и что? Я хочу вести активный образ жизни. Ты должна мне доверять. Вот так вот. Что-то тут, знаете, человек двойственный. Он что-то от нее скрывает. Он как-то пытается вот ее уговорить, убедить, перетянуть на свою сторону, знаете, убедить ее в своей точке зрения. Что вот то, что он хочет сделать, то, что он думает, как он считает, что это правильно. И он ее тоже пытается в этом убедить, понимаете? На свою сторону перетянуть. А здесь человек хочет тут, как-то, знаете, двойственный человек. Он хочет как-то на двух стульях усидеть. Но это мы еще посмотрим дальше. Ну а как минимум человек такой двойственный, приспособленец. Вот он сам по себе вообще, по жизни, он может к любым обстоятельствам приспособиться. И еще такое, что он находится там и с теми людьми, которые ему выгодны. Вот так вот. Всегда найдет какую-то лазеечку, какой-то выход из сложившихся обстоятельств. Ну это, конечно, качество прекрасное для жизни, да? Но что касается личных отношений, если мы говорим о выживании в жизни в целом, да? Когда ты находишься в каких-то тяжелой жизненной ситуации, то да, тебе такое качество пригодится. Да, вот научиться выходить из любых ситуаций вот сухим, да, скажем так. Тебе пригодится это умение выкручиваться из любой ситуации. Но что касается в личных отношениях, и в частности вот здесь вот эта история, то это качество, знаете, не очень. Качество такое сомнительное, да? То есть человек ведет себя как хочет, что хочу, то и ворочу. При этом он может как-то так вот жену убедить, что это нормально. Либо он ей может что-то такое на уши, знаете, лапшу на уши навешать. Опять же, вот как-то убедить ее в своей точке зрения, что это нормально. А что тут такого? Ну то есть вы понимаете, да? Из любой ситуации он сможет выкрутиться. Он сможет такое что-то жене сказать. Что как-то он выйдет из воды сухим, скажем так. Вот. И он с ней вот пытается как-то вот навязать ей свою точку зрения. Вот убедить, что... Ну, слушай, а что тут такого, да? Я уж не знаю, что он хочет. Сейчас посмотрим. А что ты хочешь? Да, человек куда-то в другую сторону смотрит. У него там планы совсем другие какие-то. А от него хотят вот, чтобы он как-то вкладывался, работал, а он этого не делает. А куда же ты смотришь, дорогой? Что у тебя там за планы такие? Ага, вот о какой-то бывшей речь пошла. Да, а он хотел бы с ней вот и... Судя по всему, сейчас они не общаются с этой бывшей. А он хотел бы дальше вот развития отношений. Вернуть ее и дальше вот взаимодействовать. Он прям смотрит вместе с ней, как говорится, вот в светлое будущее. Ну, вот как минимум вот две карты вышли, вот он и она. Вот это какая-то бывшая и он. И эти персонажи смотрят в одну сторону. Да, ну, конечно, женщина такая обеспеченная, хорошо упакованная. Как-то женщина эта приняла себя, полюбила себя, приняла свою ценность какую-то. Как-то вот начала жить, радоваться, радоваться своей жизни, наслаждаться. Вот так вот. Ну, тут он о ней фантазирует, об этой бывшей, ожидает. Ожидает, чтобы как-то она проявилась в его сторону. А она этого не делает. И он из-за этого чувствует себя каким-то обделенным. То, что его... Вот он не получает этого внимания должного. Обделенным себя чувствует. Ну, в любом случае, вот все, что можно сказать, вместить в это слово, в эту фразу, обделенным себя чувствует. Вот он себя так и чувствует. Ждет он что-то от нее. Ну, вот, как я сказала, каких-то шагов, какого-то действия в его сторону. Ой, тут у него, конечно, много фантазии, мечтает, планов. Я бы с ней и то, и это сделала, и поехал бы туда. Тут вот карта путешествия какие-то, поездки совместные. Хочет куда-то с ней поехать. Вот это идет речь вот об этой бывшей. Так, ну, хорошо. А с женой, как ты вообще к своей жене относишься? Ну, тут вот рассказывать, что это бывшая точку поставила. А как ты к своей жене относишься? Ну, хотел бы, говорит он, хотел бы, вот опять же, карта перехода, прорыва. Он хотел бы от нее уйти. Но, поскольку жена, семья, какая-то вот стабильность для него. И тут плюс как-то, знаете, эта жена на него все равно имеет влияние. Хоть он здесь себя и ведет так, что он ею крутит, да, как-то. Он здесь такой в паре манипулятор, но все равно жена имеет на него влияние. Какое влияние она на тебя имеет, скажи. Ну, все равно тут, как ни крути, получается, что она для него выгодна. Эта жена для него шанс. Вот он с ней рядом, он рядом с ней себя прекрасно чухает. Этот мужчина хорошо устроился, он получает в отношении все, что ему надо. Все, что хочешь. Да, вот. Ну, вот как изначально, вот он здесь как манипулятор вышел. И, собственно, ну, он все получает, все блага. Может вести себя, как хочет. Может позволить себе все, что хочешь. Вот так вот. Да, тут мужчина говорит, что вообще он вполне счастлив. Если не брать во внимание вот то, что он там грустит об этой звезде, ну, слушайте, это все такое, да. Любовь любовью, а кушать хочется всегда. Да, а с женой у него стабильность какая-то все равно есть, как ни крути. А так, вот знаете, вот для души, для сердца он там периодически сидит, мечтает об этой звезде. Так-то он, конечно, планирует что-то. Я бы с ней и встретился бы, и поехал бы, и туда, и сюда. Вот какие-то совместные поездки, прогулки, путешествия. Ну, а так, так, а что ты будешь действовать по отношению к этой звезде, которая на расстоянии? Будешь ли ты действовать? Нет, действовать он не будет. По крайней мере, на данный момент, да. Ему страшно. Ему страшно, какие-то у него страхи. Страшно, что это его женщина, тайная звезда, которая на расстоянии. Она как-то, он говорит, она сейчас защищается. Защищается, отстраняется. Защищает себя как-то. Вот научилась она себя как-то так позиционировать. Стала уверенной в себе, говорит. Что он чисто вот из-за этого ему страшно. Страшно к ней проявляться. Вот и все. А так бы он, конечно, хотел. Но только из-за того, что он говорит, она какая-то вот стала такая более дерзкая, уверенная в себе, может на место поставить. То из-за этого он боится проявляться. Так, а что жена твоя? Как она на все это смотрит? Ну а что жена? Она на это все смотрит как бы сквозь пальцы. Она делает вид, что все нормально. В Багдаде все спокойно. Ну и, по крайней мере, она тоже настроена сохранять этот брак. Она здесь проявляет свою силу, характер какой-то свой. Вот. Больше как на ней держится это все. Эта вся история на ней держится. Вот такие пирожки. Такой был сегодня расклад, что у него с женой. Благодарю вас за просмотр и до встречи. Пока!